Здравствуйте! Вы смотрите программу «Из первых рук» в студии Асель Растангалиева. С 10 октября на территории нашей области начнутся соревнования по тейквондо. А вот как они будут проходить, нам сегодня расскажет гость. Итак, у нас сегодня в студии старший тренер Актюбинской области по тейквондо, GTF Утиулин Булатбек Хабидулиевич. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте для начала расскажите, каким образом они будут проходить в период пандемии, потому что сейчас все спортивные массовые мероприятия ведь запрещены. Да. Так, с 10 по 11 октября будут проходить соревнования онлайн. Да. В Актюбинской области этот турнир проводится в первый раз. Мы первые спортсмены, которые проводим в онлайн-режиме в связи с пандемией, соблюдая меры безопасности. Так, соревнования будут проходить среди детей. Среди детей. Да, от 6 лет до 11 лет. Да. Эти ребята... Турнир будет проводиться как? То есть каждый спортсмен должен снять хёнги. У нас будет... Это что такое? Это программа хёнги, да, я объясню. Это программа хёнги. На каждый пояс выполняется база блоков и ударов. А сколько поясов тогда вот поясницы? Поясов у нас вообще до чёрного пояса, мы сейчас... у нас вообще идут от белого пояса до чёрного пояса, поясная версия, но сейчас среди детей поясная версия будет идти до синего пояса. Да. Ребята будут сдавать, показывать от жёлтого пояса на жёлтый, на зелёный, на синий, до красного пояса. будет показывать базу. База называется хёньи. Здесь, получается, блоки, удары показывает каждый на свой пояс. Так, если ребёнок снимает, он может снять блоки, удары, например, в спортзале, если он занимается, либо у себя дома. Он, получается, снимает и выставляет у себя в Инстаграме. А, таким образом. Да, он выставляет в Инстаграм и снизу подписывает, подписывается на наших судей. Мы специально сейчас отобрали самых лучших 10 судей, которые будут судить они должны указать этих судей, у себя на страничке Инстаграм. Чтобы каждый видел, что сделали ссылку на него, таким образом просмотрели видео, получается, да? Да, да, да. После чего судей будет оценивать и будут обязательно эти спортсмены, которые взяли первое, второе, третье место, будут награждаться медалями. Медалями будет награждаться, турнир будет проходить у нас бесплатно, соответственно, и будут именные подарки. Соревнования проходят в честь Абая Кламбаева 175-летия. В этом году, да, мальчик. В этом году, да, 175 лет Абая Кламбаева. Вот, в честь него мы проводим этот турнир. Да, чтобы наша молодежь, как говорится, знал и помнил наших великих писателей, поэтов. Вот, для этого мы проводим этот турнир сейчас. Еще один момент, прежде чем перейти к составу жюри, все-таки мне бы хотелось уточнить такой вопрос. Вот дети с 6 до 11 лет, а сколько всего детей? Ну, примерно, вы предполагаете, которые примут участие в соревнованиях? Так, на наши турниры уже заявились с Эмбы, спортсмены, с Кандагача, так, с Храмтау, а также наши спортсмены с Ахтюминской области. Мы планируем, плюс-минус, где-то участников будет где-то 600-700 спортсменов. Да, потому что наша федерация вообще не только по Ахтюминской области, по Казахстану очень сильно развита, поэтому у нас всегда, как говорится, спортсменов больше. Да, мы вообще планируем, что количество участников будет где-то около 600-700. Уладбек, ну это очень много. Как получается, состав жюри, это огромная на них ответственность накладывается? Расскажите тогда о составе жюри, давайте об этом поговорим. Да, да, вот у нас есть спортивные команды, каждая спортивная команда выставляет своих лучших спортсменов, то есть хороших судьей. Например, спортивный клуб «Атлант» выставляет, например, двоих лучших спортсменов. Спортивный клуб «Динамо», «Олимп» и так далее. Каждый спортивный клуб выставляет своих самых лучших этих судьев. И эти судьи, например, как мы их выставляем? Эти ребята, которые выступали на международных турнирах, которые выступали на чемпионатах мира, которые уже себя показали с хорошей стороны, которые уже брали, как говорится, золотые медали, очень профессиональные судьи будут у нас. И, например, мы разделили это по дням. Например, 10-11 числа будут проходить дети от 6 лет до 11. И еще плюс 16-17 декабря будет проходить 13-14 лет, 15-16, 17-18 лет. Вот так будет проходить у нас турнир. То есть, получается, даже в два этапа? В два этапа мы разделили. Кто поддерживает вас в соревнованиях? Есть ли частные меценаты или же это только государство? Мы проводим турнир с поддержкой областного управления физической культуры и спорта. Гончаров Владимир. Евгений Владимирович. О, да, извините, Евгений Владимирович, да, с поддержкой них, потому что они сейчас будут нам бесплатно предоставлять медали, именные подарки будут. С поддержкой область спорта мы будем проводить эти турниры. А награждение когда будет? Так, награждение будет... Потому что пока отсмотрят все видео, видео должно быть определенного времени, до минуты или же можно больше? Там зависит от хенгов, обратно база, кто сколько будет показывать. Эту базу, блоки ударов вообще, как оно делается? Да, Владбек, на что обращается внимание? То есть это техника или... Это, например, хенги, это база на каждое поясо, выполняется правильное выполнение блоков ударов руки, а также ноги. Есть спортсмены, которые неправильно выполняют, ну быстро выполняют, есть спортсмены, которые четко, тщательно на каждое движение, на каждые блоки, на свои стоки правильно выставляют свои руки, ноги. Они, например, по времени чуть-чуть длятся. Поэтому мы будем это все с первых всех посмотрим, оценим, потом в конце мы будем выявлять спортсменов, вот этих чемпионов, потом отдельно проведем в каком-нибудь спортивном большом комплексе награждение сделаем официально уже. Награждение уже будет не в формате онлайн, да, просто раздали медали, а уже хотелось бы, конечно, чтобы это было официально. А примерно какого числа будет награждение? Через месяц, через 10 дней? Так, точную дату я сейчас сказать не могу, да, почему, потому что мы сейчас до сих пор еще не знаем, сколько у нас спортсменов будет. Но они заранее заявки подавали, правда, и часть, да, а могут до 10 октября это количество может измениться, конечно. Да, потому что сейчас дополнительную информацию, вот, если некоторые родители, например, не поняли, есть такие вопросы, вот, моему сыну, например, 6-7 лет, у него нету телефона, у него нету инстаграма, например, это да, правильно, это понятно. Да, кстати, тоже вариант. Да, это тоже понятно. Каким образом здесь будет? Ну, они как делают? Тогда им уже помогают их родители. Либо родственники, у кого есть платформа. Да, 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 родители снимают и также они подписывают, там, дополнительную информацию, точную информацию, их тренера объяснят и скажут, вообще, как все это правильно делается, вот. Еще один такой момент, все-таки это выступление детей, но будет ли учитываться, они должны быть в вашей определенной форме, либо это белый верх, черный низ, как будет? Нет, у нас есть своя форма, как говорится, форма одежды, наша дисциплина, это, как говорится, кимоно мы называем обязательно, должно быть и пояс должен быть. А там, например, спортсмен, где он будет это показывать, он может снять этот видеоролик, например. На улице, в спортзале или дома? Может быть, на поле он будет снимать, это уже на его усмотрение будет. А форма одежды, у нас есть своя дисциплина, это ГТС, форма одежды, вверх-вниз, пояс на ногах, соги. Как дети готовятся? Расскажите, вообще, в целом, сейчас у вас продолжается подготовка или же, опять же, каждый у себя дома, потому что большинство спортивных залов открылось, но как у вас ситуация? В данный момент, в связи с этой пандемией, мы не можем много детей собирать в залах, мы соблюдаем меры безопасности. В залах, даже если мы открываем, даже если мы тренируем, минимум где-то 10-15 спортсменов мы собираем, либо по группам разделяем ребят. Но сейчас пока погода позволяет, в основном мы сейчас все тренировки проводим на улице. Да, у нас есть возле спортивных клубов, возле школов, есть большие залы, поле есть большие, которые, возможно, можно тренироваться, как говорится. И погода позволяет, еще раз напомню, погода пока хорошая, стараемся, ребята, больше тренировались на улице. Бладбек, и напоследок, последний вопрос, хотелось бы все-таки поинтересоваться о вашей федерации, как давно существует. Ну и в целом, может быть, среди наших телезрителей, родителей будут желающие, которые захотят своих детей записать именно на тейквондо. Так, наша федерация, она существует уже с 90-х годов вообще, да, я лично в спорте уже 20 лет. Да, я могу только сказать, в прошлом году наша федерация, глобальная федерация тейквондо, стала республиканской федерацией. Да, в нашей федерации, мы к этой федерации, чтобы открыть федерацию республиканскую, мы долго к этому шли. Конечно, благодаря наших тренеров из других городов, областей, да, с помощью сплоченности, то, что наша команда очень дружная, мы все-таки добились к поставленной цели сейчас, в данный момент, по всему Казахстану, именно глобальная федерация тейквондо очень сильно развита и очень дальше развиваемся и идем только вперед и вперед. Спасибо вам огромное, вам успехов, удачи в проведении соревнований. Рассчитываем, что уже после соревнований вы в нашей студии будете для того, чтобы рассказать о результатах и поделиться, кто же стал победителем, какой возрастной категории. И хотелось бы услышать все-таки о новых именах. Спасибо огромное вам. Спасибо. Ну что ж, уважаемые телезрители, на этом наша программа завершена. Напомню, что у нас сегодня в студии был Утиулин Булатбек Хабидулиевич, старший тренер Актюбинской области по тейквондо. Всего доброго, до скорых встреч. Генеральный партнер программы ТО КТП